Пока в сквере на бульваре ветеранов тихо и прохладно, но уже ожидается главное событие дня. Дети и их родители в предвкушении яркого зрелища. Жирчание воды, она всегда успокаивает. Приятно прийти, расслабиться, посидеть, отдохнуть. А летом это прохлада, свежесть. Это уже спиралью сделано, но на подъем идет. Поэтому очень красиво наблюдаются струями воды, которые плещутся в жаркий день. Фонтан должен быть искристый, бурлящий и воздушный, как я. Фонтан не только радость и развлечение для детей. Люди давно научились строить многоуровневые фонтаны, как произведения искусства. Хотя в первую очередь фонтан это место релаксации. Этого момента мы ждали несколько месяцев. Фонтан просыпается после зимней спячки. И почему мы так любим смотреть на журчащую воду? Это необъяснимая загадка. Но именно для этого сюда приходят матищинцы. Это самый водообильный и конструктивно сложный наш фонтан. Тут заложено несколько программ подсветки, сочетания струй воды и искрящихся брызг. Водная феерия, светомузыкальное шоу для эстетического наслаждения. Но как все это устроено, знают только специалисты. Система накопительных резервуаров, насосов, перепускных клапанов и датчиков уровня воды. Десятки кубов прозрачной, как роса, влаги перетекают в замкнутой системе и рассыпаются каждую минуту ввысь в причинливых сочетаниях. И все это должно быть абсолютно исправно и безопасно. Этот центральный фонтан, он устроен очень сложно. Желательно не использовать его как бассейн, потому что он очень сильно травмоопасен. Приходите сюда отдыхать без риска. И в центральном парке открытие фонтана – это целый детский праздник. Еще бы, а где еще можно поймать в ладоши летящие ввысь струи воды? Любимое здесь занятие детворы. Хотя пока прохладная температура, и лучше радоваться, не намокая понапрасну. С восьми утра и до позднего вечера фонтан будет самым популярным местом в парке мира. А в Пироговском торжественно открыли сезон целого каскада фонтанов. Это очень красиво. И город от этого становится еще привлекательней. Сергей Берзин, Денис Корнев, Первый, Мытищинский.